Республиканская кладовка, китайский аналог и сладкие боксы. В Беларуси приступили к производству новогодних подарков. Сколько появится видов наборов? Грохот орудий скрежет гусениц. Страна отмечает День танкиста. Хочу поздравить воинов-танкистов, все вооруженные силы, потому что мы все едины. Чем богатая история? Не просто фото на доске почета. Тройба бручан удостоены звания почетный гражданин. Нас так учили. Прежде всего театр, потом все остальное. Кем гордится город? Шоппинг-гид по последним тенденциям. В магазинах уже представлены осенне-зимние коллекции. Очень популярны изделия из эко-меха. Что в анти-трендах? Секретные материалы, родильный кризис и британский траур. Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Кто унаследовал престол? Совершенствование законодательства о гражданстве возможно амнистия в преддверии Дня народного единства. Президент провел совещание во Дворце независимости. За последние пять лет белорусский паспорт получили почти 14 тысяч человек. Каждый случай рассматривается отдельно. По этому опросу чаще всего обращаются выходцы из постсоветского пространства, есть и уроженцы стран Азии, Европы и Америки. Еще в августе Александр Лукашенко поручил ускорить предоставление нашего гражданства украинцам. За год новый статус получили около пяти тысяч иностранцев. Беларусь открыта для добропорядочных и трудолюбивых, те, кто готов вносить вклад в ее развитие. В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто выехав за границу, выехав, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны. Все до единого, мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь. Вопрос касается того, что многие депутаты поднимали вопрос, да и граждане сбежали, вредят, преступники фактически продолжают преступную деятельность. Предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта. Необходимо также обсудить требования к нашим соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. Нам надо разобраться, или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто взяли эту карту, якобы случайно, может быть случайно, или у них иная ориентация. Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность. Еще один вопрос в совещании, амнистия. Глава государства подчеркнул, она допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Среди осужденных есть, по словам президента, случайно ступившиеся, которые совершили преступления по неосторожности, а также незначительные, включая деяния протестной направленности. Вместе с тем, акцентировал Александр Лукашенко, МВД будет нести персональную ответственность за тех, кого амнистируют. Легковые машины, умный буфет и платежная система. Белорусские банки перейдут на китайский аналог SWIFT, кого подключат первым. Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. В республике на треть увеличится объем продукции в стабилизационных фондах. В частности, это касается борщевого набора – картофеля, свеклы, моркови, лука, капусты, а также яблок. В десятки хранилищ во всех областях закладывается сотни тысяч тонн овощей, фруктов, корнеплодов, свинины и говядины. Важно сохранить закрома до нового урожая. Белорусские банки перейдут на китайский аналог SWIFT – систему перевода в чипс. Первым к ней подключится Беларусьбанк, а после и другие финансовые учреждения. Также внедрят международный платежный сервис UnionPay. Планируется, что уже в декабре начнется выпуск карт. В учебных заведениях Беларуси планируют запустить проект «Умный буфет». Дети смогут купить еду с помощью смартфона. Это ускорит время обслуживания. Рацион на первую четверть разработан и утвержден. Меню школьных столовых стало полезней и разнообразней. Появились новые блюда из мяса и молока. Значительно снизилось количество соли и сахара. Белу-Джи до конца года планирует выпустить 12 тысяч автомобилей. Предприятие работает на полной мощности. Удалось снять практически все нерешенные вопросы с китайскими партнерами. Кроме того, продолжаются переговоры с коллегами из России и Ирана по развитию производства легковых машин. Белгоспищепром запустил производство новогодних подарков. Процесс ответственный и трудоемкий. Происходит вручную, поэтому начинается примерно за три с половиной месяца до самих праздников. Всего планируют выпустить около 70 видов наборов. Часть сладких боксов уйдет на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, США и Латвию. Броне, огневая мощь страны. Беларусь отмечает один из самых грандиозных праздников вооруженных сил – День танкиста. У города на Березине славная военная история. До 1992-го здесь дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная армия. 70 тысяч штуков и 3 тысячи бронетранспортеров. В Бобруйске торжественные мероприятия начались заранее. О том, как это было, Татьяна Горбач. Главная точка притяжения – мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев. Митинг объявляется открытым. Цветы и венки к подножию возлагают руководство Первомайского района, военнослужащие Бобруйского гарнизона и будущие защитники Родины. Красные гвоздики и минута молчания. В память о павших героях, чьи имена навеки впечатаны в стену и в благодарные сердца потомков. Хочу поздравить воинов-танкистов, все вооруженные силы, потому что мы все едины с этим прекрасным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, здоровья родным и близким и, конечно, чистого мирного неба над нашей прекрасной республикой Беларусь. С импровизированной сцены звучат песни, работают тематические и игровые площадки. За солдатской кашей выстраиваются настоящие очереди. В программе квест-игра «Путь к победе», лазертак, аквагрим и катание на лошадях. Для самых маленьких – городок и батуты. Праздник замечательный, много народа собралось, все с хорошим настроением, все такие позитивные. Приятно находиться в такой обстановке. Ну и мой ребенок тоже любит ходить на такие праздники. Вот, смотрите, щечку и нарисовали. Да? Спасибо большое за то, что такие праздники у нас устраивают. Хорошая погода, хорошее настроение, хорошая организация. Все хорошо. Мы рады, что такой кашей кормят наших военнослужащих. Очень вкусная каша, оценили. У города на Березине славная военная история. Именно здесь, до 1992-го, дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная танковая армия. Во многом, именно благодаря ей, советские войска одержали победу на Курской дуге и смогли переломить ход Второй мировой. Легендарный Т-34 – один из главных символов Второй мировой и самый массовый танк. За время войны было создано свыше 55 тысяч машин различных модификаций. И неудивительно, в этой уникальной технике оптимально сочетается огневая мощь, крепкая броня и поразительная маневренность. Герои на бронированных машинах прошли свыше 7 тысяч километров, участвовали в 16 крупных сражениях и операциях, освободили около 50 тысяч узников концлагерей, уничтожили 2 тысячи танков и более 3 тысяч орудий и минометов, покрыли себя бессмертной славой в боях за Беларусь и встретили победу на берегах Балтики. С танкистами всегда работали в одной связке, потому что мы противовоздушная оборона, мы их во всех видах боевых действий прикрывали. Хочется поздравить всех танкистов с праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке. Воинские традиции 5-й гвардейской танковой армии продолжают жить благодаря ее ветеранам, таким, как полковник запаса Борис Музалевский. На фронт он отправился всего в 17 лет, сражался в Восточной Пруссии и Германии. Медали на кителе при каждом движении издают тяжелый металлический перезвод. Две за отвагу приколоты рядом. Первую получил в далеком 45-м за участие в боевых операциях в районе деревни Карвинден. В первую медаль я уничтожил 5 этих солдат немецких. Они пытались все-таки вырваться, да, из этого. Выскакивает, и надо было им, вот, например, здесь, вот он дом, значит, здесь вот с этой стороны дверь. Им надо было раз и сюда, а потом лес. Ну, я вот 5 человек, 5 этих солдат вот уничтожил в бою. В феврале 45-го в бою Борис Музалевский со своим отделением воровался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил двух гитлеровцев, за что был представлен ко второй медали за отвагу. Но документы во время войны затерялись, и награда нашла героя только в 2017-м. Удостоверение подписал Владимир Путин. Мы прошли много городов, взяли вот так вот, вот город, например, Найденбург, первый город большой был сзади, потом был Кенигсберг, потом Данцик, потом Маринбург, потом Фрауенбург, ну и другие, другие города. До конца войны, до 9 мая 45-го года, мы находились в боях вот с немецкими войсками. Сегодня белорусские танкисты – ударная сила страны. На вооружении свыше тысячи бронированных машин Т-72. Они обладают большой огневой мощью и высокой маневренностью, быстро преодолевают обширные расстояния и водные преграды. Это могучая современная техника, способна осуществлять боевые задачи, а главное – поддерживать мир. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин. Итоги недели. «Навсегда в хронике города». Трое бобручан удостоены звания, почетный гражданин. Владимир Кисель – директор ТДА, Ванаса Каладинская – двукратная чемпионка мира по вольной борьбе и Александр Парфинович – заслуженный артист в Беларуси. Всего же в списке свыше 30 человек. Об историях жизни далее. Александр Парфинович почти полвека служит Бобруйскому театру. Хотя приглашали и в Большой, и в Купаловский, но, как признается заслуженный артист Беларуси, там душа не на месте. А здесь – любимая гримерка, коллектив, сотни сыгранных ролей и уже такой родной сердцу зритель. После того, когда мы пришли в театр, мы были, ну, как бы, в такой эйфории. Мы работали, нам не нужно было ничего, вы знаете, мы только отдавали, но нас так учили. Прежде всего театр, потом все остальное. Вот. И в этом есть суть. Если ты полностью не отдаешься этой профессии, лучше не иди в нее. Этим летом мэтру сцены присвоили звание «Почетный гражданин». Культовый актер играл разные судьбы. Живался в роль настоятеля церкви, генерала, фельдмаршала, Дон Кихота и преданного отца. Ему удается с невероятной точностью передавать характер своих героев без ретуши, купюр и фильтров. Он человек очень порядочный. Человек, который, по сути своей, очень миролюбивый. Он никогда не был замечен ни в каких конфликтах, ни в каких склоках, понимаете. Он всегда пытается как бы найти какой-то компромисс, даже в каких-то конфликтных ситуациях. Звание «Почетный гражданин» удостоена Иванесса Колодинская. Благодаря ее заслугам наш город знают далеко за пределами Синеокой. Бобрученко – двукратная чемпионка Европы и мира по вольной борьбе. Заслуженный мастер спорта Беларуси. В 2021-м стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Сестры Колодинские выросли в семье тренеров по спортивной гимнастике. Занимались вместе с раннего детства. После Рината пошла по стопам родителей. Ванесса же выбрала вольную борьбу. За это время успела стать не только чемпионкой, но и дважды мамой. Сейчас инструктор спортивной команды внутренних войск МВД в декретном отпуске. Она сама по себе уже изначально, кажется, родившись, была с таким сильным спортивным характером. В принципе, то, о чем мама и мечтала. Чтобы она в любом, наверное, виде спорта смогла достигнуть Олимпийского пьедестала. Потому что мы все прекрасно помним, как в детстве она говорила, что ты обязательно должна на нем стоять. В 2022-м почетный гражданин и директор ТДИА Владимир Кисель. Всего же такого звания в Бобруйске удостоены свыше 30 человек. Артисты, поэты, военные, преподаватели, медики. Те, кто предан не только своему делу, но и малой родине. Люди, которые стали частью истории. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели. Страховка безопасности. Белтехосмотр за август удал свыше 95 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Показатели выше прошлогоднего на 3,5%. За отсутствие документа грозит штраф до 96 рублей. За повторные нарушения в течение года до 160. Перед прохождением стоит проверить работу световых приборов, наличие аптечки, огнетушителя и знак аварийной остановки. С собой нужны права, техпаспорт и страховка. Оплатить услугу можно на месте. Есть возможность записаться онлайн. Техосмотр необходимо проходить, потому что, во-первых, это требование законодательства. Во-вторых, и на мой взгляд, это даже более важно для обеспечения собственной безопасности, безопасности других участников дорожного движения. Потому что мы проверяем ключевые элементы, которые влияют на безопасность дорожного движения, такие как рулевое управление, подвеска, тормозная система, световые приборы. Напомним, техосмотр отвязали от обязательной оплаты госпошлины. На смену пришел транспортный налог. Сумма привязана непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет, неважно, платить все равно придется. Произвести доплату за 2021 необходимо до 15 ноября. Все ставки можно найти на сайте МНС. Настроение утепляться. Модные бутики вовсю предлагают коллекции «Осень-зима». В тренде этого года утепленные рубашки, плащи, косухи и пальто. Модели с застежкой в два ряда и на запах – безусловные хиты. До сих пор актуальны стеганые куртки и бомберы. Не перестают терять позиции оверсайз и эко-кожа. Амацхэвок сезона Ольга Васенда. В этом году настроение утепляться навеяно уже с первых дней сентября. Модные бутики готовы. В новой коллекции «Славянка» предлагает утепленные рубашки в крупную клетку, плащи насыщенных оттенков и трендовое пальто. Модели с застежкой в два ряда и на запах – безусловные хиты. Цена у нас от 100 до 150 рублей. Наши стеганные изделия теплые, но они очень легкие. За счет того, что мы используем современный утеплитель, силиконизированное волокно. Очень популярны изделия из эко-меха. Это и пальто, и куртки. И также у нас появилась новинка – это женские меховые панамы. Всего в торговую сеть Республики Беларусь уже поставлено более 3000 изделий из нашей новой коллекции. В этом сезоне не сдают позиции косухи и бомберы. Оверсайз и эко-кожа. Актуальны и жилеты. Короткие, удлиненные, стеганные и дутые. Их можно комбинировать как с повседневной одеждой, так и деловой. Что касается головных уборов, здесь предпочтение нужно отдавать косынкам и утепленным панамам в стиле 90-х. Мастхэв этой осени – сумка с широким ремнем. Носить ее лучше всего через плечо. Здесь есть несколько отделений – легкая и практичная. Аксессуар из натуральной кожи обойдется в 174 рубля. Кстати, красный цвет – один из трендовых в этом сезоне. Детская верхняя одежда обойдется от 70 до 150 рублей. Куртки с карманами, капюшоном и забавными принтами. Монохромность – особенность мужского гардероба. Темные тона, лаконичность и простота. Удобство превыше всего. В приоритете – коричневый, синий и черный. Поступили в продажу куртки мужские, спортивного стиля и классика. Также брюки, молодежная линия и классические джинсы, брюки и джемпера. Размерный ряд у нас от 42 до 64. Прежде чем покупать новые вещи, пересмотрите старый гардероб «Антитренды 2022». Облегающая одежда, пестрые принты, костюмы, комплекты, кожаные леггинсы, натуральный мех и приталенные пуховики. Все это вытесняет свободный крой. Я давно уже все купил, все есть, а так обычно в секунде покупал. Там достаточно хороший выбор, особенно когда привоз, и вещи хорошие, и недорогие относительно. Вы сторонник все-таки, чтобы было удобно, комфортно или стильно? И то, и другое. Сейчас мода очень такая, мне очень нравится, спортивного стиля. Она и удобная, и модная, одновременно и теплая. И я думаю, это надолго. Всем людям нравится. Теплые вещи уже, да, покупаем, смотрим. А куртку в каком стиле покупали? Парка. Такое вот все. Ну, обычная классическая парка, все, больше ничего такие вот. Ну, естественно, яркие тона такие, я темные не люблю. Новая философия современной моды – многослойность. Такой прием помогает сделать лук более сложным и дорогим. Можно сочетать ткани разной плотности и фактуры, а также комбинировать в одном образе женственность и апатаж. Если в минувшем сезоне лучше всего подходили удобство и лаконичность, то сегодня актуальны совершенно противоположные понятия – индивидуальность и торжественность. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Конец эпохи. Огненная ловушка и возвращение Гринча. В Дании хотят отказаться от рождественских огней. Что еще ждет местных жителей? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Буквально во вторник монарх приняла в отставку Бориса Джонсона, после чего назначила нового премьер-министра. Сделано это было впервые вне Лондона. Сейчас в стране объявлен национальный траур. Трону наследовал старший сын, принц Уэльский Чарльз, который выбрал себе имя Карл III. Дональд Трамп хранил у себя дома секретные документы о ядерном потенциале иностранного государства. Находка увидела свет в ходе обысков в резиденции бывшего президента США. Ранее спецслужбы заподозрили, что, несмотря на запрос Национального управления архивов и документации, политик вернул не все материалы. Ему грозит уголовное обвинение. Десятки людей сгорели заживо в Кароке-Баре на юге Вьетнама. Пожар вспыхнул на втором этаже заведения, а густой дым быстро заволок, лестничные пролеты и аварийные выходы. Клиенты и персонал оказались в ловушке. Люди прыгали с балконов, пытаясь спастись от пламени. Число жертв может вырасти. В Португалии закрывают родильные дома. Причина – в острой нехватке акушеров и гинекологов. Многим женщинам приходится ехать за десятки километров. Из-за этого уже двое младенцев погибли, а беременная жительница скончалась во время перевода в другую больницу. Из-за отсутствия мест министру здравоохранения пришлось подать в отставку. Население Дании готовится к более темной зиме. Уличное освещение будут приглушать или вовсе выключат с 10 вечера до 5 утра. Правительство хочет полностью отказаться от рождественских огней и ежегодного катания на коньках. В школах термостаты должны быть снижены. Даже разница в 1 градус значительно сократит размер счетов. Так страна справляется с энергетическим кризисом. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова